Доброго времени суток, уважаемые друзья! Мои любимые кулинары, те, кто любит готовить и смотреть мои рецепты и кулинарные лайфхаки. Меня зовут Максим Цыгвинцев, это программа Кулинарный лайфхак Мовета ТВ. Друзья мои, сегодня вновь мы будем с вами говорить о нашем традиционном блюде. Это, конечно же, пельмени. Ну, что поделать, вот так вот пельмени я люблю, приготовил уже миллион, тысячу миллионов рецептов с этими пельменями. Вам показал тоже много, и вот сегодня очередная вариация таких вот вкусных, интересных, приготовленных пельменей от меня для вас. Я сегодня это блюдо назвал пельмени, запеченные по-французски. Все мы знаем блюдо мяса по-французски, да, там свининка или курица, да, говядина, все это готовится, да, в соусе. Вот сегодня я приготовлю пельмени по такому принципу, очень интересно, тем более, что майонез, который обычно идет в это блюдо, мы будем готовить с вами самостоятельно. Вообще сегодня я работаю на продукции от пекарни кондитерской булка, что находится в Красноканске, да, но вот они делают не только сладкие какие-то штуки, вот они вокруг меня, тут вообще просто все заставлено тортами. Я, кстати, один из них попробую, потом вам расскажу. Ну, а также мясная продукция, это потрясающие пельмени ручной лепки, это классные мясные котлеты, это рулеты куриные всевозможные, на любой вкус и цвет, да, все от производителя, все приготовили, выложили и, собственно, вы покупаете. Пекарни кулинарии булка в Краснокамске. Любимые вкусности к вашему столу. Хлеб, выпечка, торты и пирожные, печенье и сладкие пироги, мясные полуфабрикаты и ароматные шашлыки. Большой ассортимент на каждый день и для особых случаев. Значит, пельмени я, конечно же, подварю в подсоленной воде. Здесь пока все стандартно, никаких, так сказать, новинок и лукавств. Все, я отправляю пельмени в кипящую подсоленную воду. И сразу же такой лайфхак поварки пельменей. А что, друзья мои, не надо делать слишком сильное бурление у пельмешек, иначе они будут прилипать и рваться. Как только пельмени у вас опустились на дно, я сразу же их помешаю, для того, чтобы как раз-таки они не прилипли к этому самому дну. Вот так вот буду помешивать водицу, создавать воронку до момента закипания. Потом пойдет процесс кипения, пельмешки начнут подниматься. И потом я этот процесс остановлю, то есть кипения у меня сильного не будет, они будут просто греться в воде примерно 95 градусов. Так мяско приготовится очень быстро, и пельмени будут максимально классными и красивыми. Все, пока варятся пельмени, мы приготовим с вами майонез. Здесь у меня чайная ложка горчицы. Я возьму один яичный желток. Возьму немного французского винного уксуса, друзья мои. Капельку для кислинки. Смешаю все это дело и буду готовить вкусный майонез. Вот у меня уже запахло вкусно. Вкусно, винный уксус. Смотрите, это же лайфхак, чтобы у меня не крутилась моя миска. Я ставлю ее вот так вот на полотенце и могу спокойно работать. В одной руке у меня масло, тонкая струйка. А другой рукой я спокойно подкручиваю все это дело венчиком. Видите, как технично. Все, и вот чем больше масла я лью, тем гуще становится соус. И получается такая так называемая эмульсия. То есть что-то, какая-то жидкость, соединенная с жиром. Эмульсия. Самая известная человечная эмульсия это молоко. Попробуйте добавить кислоту. И сразу же у вас все это разделится на сыворотку и белок. Творог так называемый. Вот здесь то же самое. Так. Вот пельмешки у меня остановились. Я их снова подмешаю. Все, видите, они поднялись. Я температуру убавлю, чтобы легкое кипение было, но не сильное. И продолжу делать свой майонез. Всегда самодельное, вкуснее покупного. Вкусы другие, сразу говорю. Вот этот винный вкус интересный будет у него. От винного уксуса. Видите, чем больше масла я лью, тем гуще получается мой майонез. Вот такая вот интересная штука. Все, пельмешки, видите, они спокойно, греются у меня, не кипят, но вода там горячая. Этого мне будет достаточно. Все, вот готов мой майонез. И я его сейчас буду наполнять всевозможными интересными вкусами, друзья мои. Первый вкус, это, конечно же, соленый. Я его посолю. Также я добавлю щепотку свежемолотого черного перца, прямо туда. Зубчик чеснока очень хорошо подойдет в сочетании с пельмешками запеченными. Капелька, друзья мои, устричного соуса. Вот эта интересная история, усилит вкус всего. Ну и, пожалуй, что все. Замешаю я это дело. И для такой вот нежности, пышности, я добавлю 33% сливки сюда. Белые, красивые. Пышные. И у меня получится вот такой вот соус. Ммм, потрясающе. Обратно возвращаюсь к пельменям. Видите, они у меня разварились. Стали такие большие. Пельмешки я откину вот так вот в миску. Видите, ни один пельмень не порвался, что очень важно. Это потому, что я правильно их варил и, конечно же, поделился этим лайфхаком с вами. Пельмешки я вот так вот поднимаю и обсушиваю хорошенько. Мне не нужно большое количество влаги. Абсолютно. То есть я максимально через сито эту влагу убираю из них. И перекладываю в холодную миску. Обязательно к пельменям. Свежемолотый черный перец. Сливочное масло. И опять же для вкуса устричный соус. Немножечко. Все. Перемешиваю. Посмотрите, какой цвет. Можно перемешать вот так. Вот они стали такие золотистые от устричного соуса. И такие маслянистые очень. Сливочные от сливочного масла. Вообще с пельменями можно приготовить миллион разных блюд. Не ограничивайте себя просто варкой пельменей. Я выкладываю их в форму. В алюминиевую. Ну, я обязательно попробую, да? Пельмень. Вы знаете, очень хорошо. Очень хорошо. Я бы даже сказал, превосходно. Потому что пельмени хорошего качества найти крайне сложно. А еще у них цена не очень высокая. А еще я их сделал правильно. Сварил. А еще и, в общем, не благодарите, как говорится. Все. Перемешки. Мясо по-французски обязательно. Томат. У нас идет, да? Поэтому томат я тоненько порежу. Прямо таким тонким-тонким, еле заметным слайсом. Выложу в круг. Вот так вот. Ну и пришло время нашего майонеза. Распределяем соус. Класс. Как говорится, руки себе съедите, друзья мои. Это я вам обещаю. Гарантирую просто. Ну и сверху, конечно же, сыр. Натру его на крупной терке. И делаю такую сырную шапку сверху. Все. Собственно, эти пельмени сейчас отправятся запекаться в духовку. 180 градусов примерно минут 10-15. До образования корочки сверху. И все. Погнали. Друзья мои, сейчас вот пока пельмени мои в духовке. Мне абсолютно нечем заняться. Я налил себе кружечку чая хорошего. Не откажу себе в удовольствие и побалую себя тортом. Торт, который называется трюфельный. Вот такой вот красавец. Смотрите. Все от той же пекарни булка. Я вообще всегда пробую, да, вот, всякую продукцию интересную. Вот торт меня очень заинтересовал. Я люблю шоколадные торты. Ну, вот так вот кусочек позволю себе съесть. Смотрите, какой срез. Много крема. Отлично. Приятного мне чаепития, как говорится, да? Будем пробовать. Возьму вилочку. Ребятки, торт волшебный. Пропитанные коржи, очень сочные. Крем очень вкусный. Нет ощущения жирности, да, маслянистости. Такой вот, в общем. Это мой торт. Я такие очень люблю. Насыщенный, шоколадный. Попробую, еще трюфель сверху. Мне все понравилось, все очень вкусно. Торты волшебные. Ждем пельмешки. Ну что же, вот он, вот он. Потрясающее мясо. Вот это вот пельмени мои по-французски готовы. Мне осталось только лишь украсть их микрозеленью. Я вот так вот подрежу. Красиво рассыплю микрозелень. Ну чем вам не французское блюдо, друзья мои? Из русских. Пельменей. Вот так вот мы можем. Это уже я вам показал, наверное, тысячу первый рецепт в кулинарном лайфхаке из пельменей. Балую я вас, балую, придумываю специально для вас все эти интересные штуки. А вам остается только пользоваться и писать неблагодарности, да? Всего доброго. Ваш Максим Цыгвинцев. Кулинарный лайфхак. Кулинарная школа Папина кухня. Увидимся 100%. Кулинарная школа Папина кухня. Кулинарная школа Папина кухня. Продолжение следует...